Капитальный ремонт. Кому платить и сколько ждать? С 1 мая в квитанциях жителей многоквартирных домов появится новая сумма уплаты взносов за капремонт. У собственников есть возможность самим выбирать, куда будут перечисляться их денежные средства. В государственный фонд или на специальный счет. Подробности в материале Ирины Сапожниковой. Жители кооператива «Восток» по адресу улица Спортивная, 13, уже решили, куда они будут перечислять деньги на капитальный ремонт. Даже общее собрание жильцов провели. И все для того, чтобы разобраться в новом законе о капремонте. Мы в начале февраля проводили собрание. Именно по этому вопросу, по одному. И членами кооператива нашего было принято решение о том, что мы будем открывать специальный счет. Мы можем себе это позволить. Это недорого. Открытие вообще бесплатное. Содержание специального счета обойдется собственникам в 4800 рублей в год. Получается примерно по 70 рублей с каждой квартиры ежегодно. Люди решили, что лучше заплатить за счет, чем перечислять деньги в общую копилку и ждать, когда дом поставят на ремонт. Раньше жители кооперативных домов собирали деньги и держали их на счете ЖСК. В случае необходимости люди могли воспользоваться накоплениями. Теперь законом с 2014 года для проведения ремонта предусмотрено два варианта финансирования. На счете регионального оператора, то есть фонда капитального ремонта, либо если это ЖСК или ТСЖ, то они могут принять решение о способе формирования спецсчета в банковском учреждении. По итогам исследований предпочтений собственников жилья, 80% жителей Подмосковья в новой программе капитального ремонта зданий будут перечислять деньги на счет регионального оператора, то есть фонда капитального ремонта. Создание фонда с одной стороны необходимо, ведь своевременный ремонт здания позволит не допустить состояния ветхого жилья. А только в Шатурском районе 53 аварийных дома. Но жители новострой, которому ремонт не понадобится еще 10-15 лет, не хотят за свой счет приводить в порядок чужое старое жилье. Андрей Кирсанов, Ирина Сапожникова, Филиал телеканала Подмосковья в Шатуре.